ДТП 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 Артем, вы были в тот момент, вместе со своим другом все это видели Эдем был жив? Я подбежал к нему он вздохнул тяжело и все, он больше не двигался doit ДТП Эти люди, которые сбили его все-таки, что они начали делать? Они пытались помочь как-то? Они сначала подбежали, еще очень долгое время стояли, думали, что делать. Уже спустя несколько минут они только начали звонить. 20 минут они обдумывали. Если бы скорую не вызвали, они бы, наверное, детей бы, там канал недалеко, и утопили бы и Артема бы, и это. Правда, что они сами загрузили Дэма в машину и повезли его в больницу? Приняли решение о не везти в больницу. Я сел в машину на заднее сидение. Мне на коленки положили Эдема. Согнули в коленках его. В машине, когда он лежал, у него пошла кровь из-за рта. Как вы считаете, вот в случае ДТП, автокатастрофы, это нормальное поведение, что не дожидаясь врачей и бригады скорой помощи, человека грузят в машину и собираются вроде как везти в больницу? Я думаю, что в некоторых случаях надо аккуратно грузить человека и везти в больницу. Любая первая помощь говорит о том, что если у него были реберные повреждения, что точно было, то могли прокнуть и легкие, и все внутренние органы, и, конечно же, пошла ртом кровь. Конечно, нельзя было этого делать. При метр восемьдесят ребенка взяли с двух сторон, как барана кинули в машину, они усугубили. Если бы они его не тронули, он бы сжил. Все говорят, все врачи. Когда вы видите, что травмы серьезные, и это может усугубить, то здесь, мне кажется, попахивает именно попыткой замести следы. А сколько ждали скорую? Не больше десяти минут. Не больше десяти минут ждали скорую? То есть, получается, когда эти товарищи погрузили дымом в машину... Мы только выехали, уже на встречу ехала скорая. То есть вы не остановились? Скорая поехала на место ДТП, а вы поехали в больницу. Правильно я вас понял? Отлично. Это вот, Владимир Петрович, кстати, совсем подозрительно уж становится. Так, кто находился за рулем этой машины, и кто сидел рядом? Насколько я понимаю, их было двое. ГУК Владимир Михайлович, начальник угрозы. За рулем был ГУК. Вы знаете этих людей? Вы можете их описать? Кто это? До этого я не знал их, и вообще я не знал, пока в больницу не привезли, что они вообще менты. А теперь, друзья, давайте обратим внимание на одну очень важную деталь, которая, наверное, определит весь дальнейший ход разговора, и, возможно, очень много, опять-таки, пояснит. Кто же привез этому в больницу? Внимание на экран. Привезли три человека, ну, уж на. Я так поняла, водитель, ну, друг его, и мальчик, который шел рядышком, ну, друг этого Эдема. Лет 30, может, за 30, может, 32, 33, ну, так где-то, до 35. Не за 50? Нет, точно не за 50. Значит, а по материалам дела значится, что Эдема в больницу привез 60-летний тесть милиционера. И именно он был за рулем этого автомобиля. Это не правда, Артем? Нет. Я... там стаж с АК вообще никого не был. Дело сфальсифицировано. Когда детей привезли в приемный покой, Артем живет рядом с приемным покоем. Он матери сказал, все они пришли, и мать с ними разговаривала. Сказали, нас ослепило, мы по заданию ехали они. Вы, как адвокат Лилии, адвокат пострадавший, разбирались с этим? Почему, собственно, вот так много несостыковок в этом деле? Согласно имеющимся материалам дела, четко установлено, что в машине были люди, не старше 35-40 лет. Явно в этой машине не было тести указанного лица. Есть конкретные свидетели. И, как мы знаем, к переступлению в силу нового уголовного процессуального кодекса была негласная команда. Все имеющиеся дела или в суд, или их просто закрыть. Данное дело было закрыто. Получить информацию официально не предоставлялось возможным. Неофициально удалось получить это постановление. То есть вас официально, подождите, вас официально даже не уведомили о том, что дело закрыто? Да, сколько раз отменяли. Мне вообще, на каком этапе, что мне ничего не говорят. У вас, Саша, как у юриста, какое складывается впечатление? Почему полтора года дело не могут довести до финальной точки? В данной ситуации есть человек, который просто был доставлен, извините, как тварина. Потому что ехала швидкая допомога. Они даже не остановили ее. Хотя нужно было остановить. Потому что мы знаем, что в своей швидкой допомоге находятся профессионалы. Каждая секунда могла спасать жизнь в этом охлаждении. Он ничего не сделал. Артем, по-вашему, вы ведь видели, как двигалась эта машина? Наверняка вы видели это. Вот по вашим оценкам, на какой скорости она двигалась? Ну, еще проехалась ровно, никуда не свернула, значит, на большой. Ну, примерно вы не можете оценить, да? Как вот Лилия говорила, что 20 метров тело пролетело. Значит, если тело пролетело от 15 до 20 метров, то на какой скорости, предположительно, двигался автомобиль? Судя из как бы удара, из того, что я слышал, удар был произведен крайней частью и, наверное, где-то в районе стойки. То есть крыло битое должно было быть, капот практически целый. Крыло, капот, крыло, капот, крыло, стекло частично. У меня битки цепы в него, получается, да? Ну, я должен сказать, что, наверное, не меньше 80-90 километров. 80-90 километров в час. А в материалах дела какая скорость у того? В материалах, я говорю, скорость 60 километров в час. 60 километров в час. Значит, вы считаете, что это дело не расследовано только потому, что в нем фигурируют милиционеры, и они, очевидно, являются виновными этой трагедии? Я скажу так, тут много зависит от человеческих качеств. Как есть тебе юрист, как правильно? Недавно была очень серьезная авария. Я был в кабинете одного очень высокого чиновника. Этому чиновнику перезвонили и рассказали об этой аварии, там, со смертельным исходом. Имея человеческие нормальные качества, он сказал, я никоим способом не буду способствовать, чтобы это дело закрыли. Вы пригласите его в милицию. Мне кажется, такие нужны милиции. А, он из милиции? Господи, значит, не все так плохо. Это говорит Украина под колесами погонов. Вот тема нашей сегодняшней программы. Наш следующий гость, бывший сотрудник ГАИ, он разоблачил своих коллег по цеху, и за эту правду он был уволен. Встречайте, пожалуйста, Вадим Синявский. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Вадим, за что вас уволили, и с чего все началось? Работая в ГАИ города Макейка Донецкой области, имел неосторожность выехать на ДТП с участием пьяного работника СБУ, который в состоянии близком к алкогольной коме въехал в стоящий локомотив на ЖД переезде. Он был не в состоянии общаться, потому что, во-первых, травма головы, и, во-вторых, коматозное состояние от водки. За него общались его коллеги, двое из БУшников. Они приехали помочь товарищу. Они сказали, ничего не оформляй. Мы же из БУшники, нам все можно. Мы особая каста, неприкосновенная. А ты, типа, какой-то гаишник. Ты сделай вид, что нас не видел. Однако вы явно их заметили и продолжали все-таки выполнять свои обязанности. Да, я на место выехал с напарником и со следователем. Они остались вдвоем на месте ДТП, рисовать схему происшествия. А я повез из БУшника в наркологию. И что было дальше? По дороге в наркологию мне поступали неоднократно команды руководства все это спустить на тормозах. Но вы продолжили? Я продолжил, да, движение в сторону наркологии. Гордится над такими сотрудниками. Теперь уже бывшими. Такие не работают в милиции. Так а кто вам звонил? Кто вам звонил? На тот момент начальник ГАИ Злуницын. Сейчас он же не работает. Он работает. Работает? У него нормально идут дела все, так сказать, слава богу. Повторите, пожалуйста, еще раз фамилию. Злуницын. Владимир Петрович, слышали, да? Роман Викторович. Так, вы приехали в больницу. Дальше что было? Значит, под наркологией меня уже ждал Злуницын. А уже там ждал? Да, ну я же команду отказался выполнить, а из БУшника же надо было спасать. Он сказал, что я закончу освидетельствование из БУшника сам, а ты возвращайся на место с группой, заканчивай там. Вот, вернулись на место, составили все материалы. Машину погрузили на эвакуатор из БУшника и отвезли в Кировский райотдел Макеевского управления на штрафстоянку. Слушайте, но ведь получается, что вы не только лишились работы, вам ведь еще и срок шили, насколько? Да, эти двое товарищей из БУшника, которые просили не оформлять, они потом через Злуницына передали мне привет и сказали, готовься. Нам такие несговорчивые не нужны. И с этого у меня начались проблемы по службе. Эти двое коллег из БУшника собирают в отношении меня материал о моем якобы решательстве в правоохранительную деятельность. Каким образом? Что якобы я, как старший лейтенант милиции, подъехал к двум прапорщикам ГАИ и дал им незаконную команду не оформлять протоколы на КАМАЗ, который перевозил негабаритный металлолом. То есть выдумка? Выдуманная история, да. Значит, давайте выясним сейчас, кто входит в касту неприкасаемых. Давайте, вот вы как человек, побывавший в этой шкуре ГАИшника, значит, ГАИшники, милиционеры, так? Сотрудники СБУ, прокурорские... Прокуратура, это первое место занимает в этом рейтинге. Давайте, вот видите, вот едет пьяный прокурор, вы его останавливаете, или там, допустим, его останавливают, он показывает корочки, что дальше? Все нормально, до свидания. Нет, в Дупель, в Дупель пьяный прокурор едет. Его с мигалки сопровождают, если он пьяный? Правильно надо доложить начальнику, Алексей. А? Правильно поступить, это доложить начальнику. Начальник будет уже решать с прокурорскими своими коллегами, как поступить. А начальник уже... А принципиальный, принципиальный ГАИшник останавливается, оставляет административный протокол и вызывает оперативно-следственную руку сразу. Виталий. Я вам скажу больше, мы отслеживаем практически все резонансные ДТП. Я на своей памяти не помню, чтобы посадили прокурора, судью, даже их родственников каких-то, которые в этом фигурируют, их никогда не садят. Это спускается на тормозах, это фальсифицируется, как в этом случае. Значит, мы очень долго просили данные вот этой статистики из МВД, очень долго ее ждали, и вот, наконец-таки, неимоверным трудом получили эти данные. Итак, друзья, по официальным данным, в прошлом году, по вине сотрудников милиции, произошло 160 дорожно-транспортных происшествий. 160. В них погибло 37 человек. 37 жертв этих автокатастроф. А теперь, внимание, осуждены всего шесть милиционеров. Притом, надо понять еще, как осуждены. Иногда условно осуждены. Вот, это точно. Кстати, вот вы же занимаетесь, насколько я понимаю, статистикой этих всех преступлений и наказаний. Вот эти вот шесть милиционеров, они что, действительно просто условно осуждены или действительно сели в тюрьму? Абсолютно условно. И, во-первых, я думаю, что до этого, до того, как их осудить, затягивались очень долго дела. Пока существует система неприкосновенных каста силовых структур, никакой безопасности дорожного движения в Украине не будет. Тема нашей сегодняшней программы «Под колесами погонов», друзья. Итак, только что я вам озвучил данные, предоставленные нам с трудом из Министерства внутренних дел. Данные от Генпрокуратуры и данные от Службы безопасности Украины мы получить не смогли. Для нашего следующего героя 19 ноября 2012 года стал, пожалуй, самым страшным днем в его жизни. Внимание на экран. Джип Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Deo, в котором находилась женщина и трое детей. Галина Пригара и ее семилетняя дочь скончались по дороге в больницу. Еще двое детей с тяжелыми травмами попали в реанимацию. Сегодня к нам в студию приехал Виктор Пригара и его отец Иван. Встречайте, пожалуйста. Итак, Виктор, когда вы приехали на место катастрофы, то что вы там увидели? Был ли виновник этого ДТП на месте? Так, я приехал за хвилин 10 с момента ДТП. Виновник ДТП стоял беда своей машины. Я с ним разговаривал. Он был пьяный, очень пьяный. Пьяный? Так. А, так? Я до него подошел с вопросом, что, как. Он гонорово, нагло мне ответил. А что? Чуть-чуть машину поцарапал. Чуть-чуть машину поцарапал? Так, давайте еще раз посмотрим, друзья, на экран, на те фотографии, сделанные на месте катастрофы. Вот так вот чуть-чуть поцарапал машину виновник этой катастрофы. Кто сидел за рулем? Павло Магирный, который выполнил обовязки начальник Хуську и Филии Закарпат-Газа. Именно он был пьян? Да. Скажите, его отправили на медосвидетельство? Ну, его не отправили, потому что на месте аварии сразу пришел его склад, который работал тоже в отделке милиции. Был начальником следственного отделка, подполкованных милиции, представителей Попович. И следственная группа, которая приехала с следственным Гомичком, переговорившись с этими же его родителями, Поповичем, и он уничтожил с места ДТП. Просто исчез? Да, просто уничтожил. Александр, это нормально? Это вообще жах. Честно говорю, жах просто. Розповидают такие вещи. Тем более, что в данной ситуации есть смерть людей. Ну, кто же... Ну, должен же нести ответственность за этот человек. Потому что сегодня он сбил вашу женщину. Завтра он сбил еще какую-то дитину. И далее? Что у вас далее стало? Справа хоть порушена? Порушена справа? Справа порушена. Это была первая справа на Закарпатии по-новому КПК. И, честно говоря, они сами по-новому КПК там чуть тяжче працюли. Результат какие? Людина 9 зараза? Людина... Он заявился в лекарне, но не на приемальном отделе, а в психдиспансере. Куда было выкликано? Где он заявился? В психдиспансере. В психдиспансере? А при чем здесь психдиспансер? Справочку взять. Знаете, это уже схема. Вот в предыдущем случае мы слышали аналогично. Люди посовещались, придумали как, погрузили и поехали. Они знают законы. Они знают, что нужно делать, что не нужно, как избежать, где скипнуть. И они этим пользуются. А люди, даже с адвокатами, не всегда могут дело свое прочесть. Так подожди, а он до сих пор в психушке? Нет. Он, видите, опять же, в теке, и опять же, при том самом следственном Гомечко и при Гаишниках. А где он сейчас вообще? Где он сейчас? За границей. За границей? Ретнул кордон на Венгрию. Подожди, а он был объявлен в розыск? Пан Иван, вы ведь депутат райсовет нас. Да, я третьей каденции депутат міської ради. То есть даже вы, наверняка, попытавшись подключить свои связи, даже вы не смогли проломить эту структуру? Так. На самом деле, если бы не лак на моих волосах, они бы шевелились. Меня шевелятся, несмотря на лак, Глёшенька. Потому что получается, на самом деле, абсолютно чудовищная ситуация. Человек, угробивший двух, молодую женщину и ребёнка, с чистой совестью, взял в психушке справочку, продолжал где-то разгулить, а потом благополучно уехал за границу. Да, самое страшное, вот я сижу и в трёх абсолютно отдельных случаях я понимаю другое, что нет элементарной человеческой души у каждого, кто покрывает это. На самом деле, дойдёт всё до того, что люди будут просто чинить самосуд. На самом деле, уже не раз попытки такие были. И те же работники ГАИ прятали и спасали виновников от этого самосуда. Вот дождутся этого. Екатерина Савчук и Виталий Издепский, наши следующие герои. Их отец Виктор Издепский погиб под колёсами джипа, за рулём которого был брат бывшего сотрудника Службы безопасности Украины. Пожалуйста, встречайте. Итак, перед тем, как мы сейчас начнём разговор с нашими уважаемыми гостями, давайте, друзья, обратим внимание на экран. Я почувствовал удар настолько сильный, что я думал, что какая-то машина, ну, авария какая-то. Когда уже прибег, увидел, что это да, это Витю сбили, да, и все это всё видели, как он переходил. Скажите, а где ваш папа переходил дорогу? Это был пешеходный переход или он? Нерегулированный пешеходный переход. Нерегулируемый. Но это был пешеходный переход. Знак был, соответственно, да? Это светлофор, но это было пів первого ночи, то есть он не работал. Но знак и зебра там есть. Ну, там же такая ситуация была, что он сбил и залишил, и поехал. Он не зупинился? Не зупинился, а был затриманный через пів години под розділом Беркут. От взятки крови отмолился. Ну, его забрали и через четыре годины взяли кровную экспертизу и выявили 2,3 промилля. 2,3? Так начали полив? Зайшли в тот самый день? Кровь взялась після четырех годин, після ДТП. Значит, на момент автокатастроф было еще больше. Это сколько надо выпить, чтобы было 2,3? Ну, бутылку минимум. Это правда, что, значит, вот этот вот виновник этой катастрофы продолжил движение даже тогда, когда папа был уже на капоте? Ну, он его провез близко 30 метров, скинул и поехал дальше. Будьте добры, внимание на экран. С той стороны туда ехала машина. Его сбила машина. Водитель, взявши его на капот, провез метрів сорок и скинув за зупинкою на зустрічную смугу. Там его и знали, вызвали скорую и звідти его и забрали. Обычно вот такие ситуации, когда сбивают пешехода на пешеходном переходе. Ну, там 90% этот человек находился в состоянии близком к тому СБУшнику, который ехал в локомотив. Просто вместо локомотива стоял человек, понимаете? То есть состояние близкое к алкогольному коматозу. Да. Ну, вот давайте вернемся опять к нашей истории. Так что, каковы результаты расследования милицейской? Ну, смотрите, я вам скажу первый рапорт первого следчего. 3.08, около 0030, водитель Фарина, керующий автомобилем Лексус, сбил пешехода на регулированном пешеходном переходе. Водитель Фарина на месте ДТП не остановился, и из них с места пригоди. Ну, и в дальнейшем нашу справу закривают. А на какие подставки? Закривают? За отсутностью склада злочину. Как это так? Саша, это... Я хочу поддивиться на эту постанову про закритие. А чем мотивирует-то? Там мотивация должна быть. Ну, ничем. Как ничем? Вы взагалите для того, чтобы закрыть уголовное дело. Ведь нужна нам какое-то объяснение. Да, конечно. Я хотел бы просто поддивиться на эту постанову и в очередь этому следчему. Я вам честно скажу. Ну, я дивился в очередь следчему. Я не понимаю, что он вам не позвонил, что справа закрита. Вы ходили и думали, что он... Взагалі ничего не делал. Ну, я зрозуміло. То есть, он сказал, что справу выдали на повторную экспертизу. Потому что первую медичную экспертизу нам дав висновок, что батько помер от ишемічної хвороби сердца. Что? А чего? То есть, подождите. А скажи, пожалуйста, фамирую этого следчика. Менчук, как украинного знаете, хочу... Шевчук. Скажи, пожалуйста, он сейчас работает в органах, так? Працует. Працует, продолжает дальше так работать, да? В таком же стиле. Почему? Это нужно знать. Начальник отдела расследования ДТП области. Значит, пьяный родственник бывшего правоохранителя, силовика, сбивает человека на пешеходном переходе насмерть? Нет. 40 суток он лежит в реанимации. В реанимации? Да. Но он сбивает его, выбрасывает, значит, на обочину, не оказывая помощи, не останавливаясь, скрывается с места ДТП. И потом... Следующий закрывает справу за отсутностью склада злочину. А сам виновный что утверждает? Ну, они мотивуются тем, что транспортная экспертиза показала, что не мав техничної мощности зупиниться. Ну, он уже был пьяный, и он двинулся с великой швейцей. Какая разница? А какая разница? Имела или не имела? Он же, конечно, он сбил, не остановился. Но наверняка он имел возможность сделать так, чтобы потерпевший умер от ишемичной болезни сердца. Я уверен, что не без него это было сделано. Просто практика такова, что сразу следователь пишет, заведомо в этом протоколе уже те цифры, на которые экспертиза скажет, не имел возможности остановиться, все классно. Кстати, о цифрах. Лен, угадайте, какая скорость движения была указана в документе? Ну, я думаю, что-то около 75, наверное, километров. Сколько? Какая скорость? 55,60. Я превращаю... Получается, у нас все правоохранители соблюдают скоростной режим, это самое главное, понимаете? Лексусы не ездят со скоростью 55 километров в час, господа. Поверьте мне. Сейчас ночью. В Европе ездят. Сейчас ночью, да, спасибо, да. У нас ГАИ не заточено под то, чтобы не нарушали людей. Я очень часто общаюсь с ГАИшниками, и когда я им задаю этот вопрос, они мне говорят, вот мы здесь стоим, чтобы вы не попали в ДТП, чтобы вы не убились. Я говорю, ребята, не смешите меня, вы первые, кто в этой стране не заинтересован, чтобы мы перестали нарушать. Вы завтра же останетесь голодными после этого и уйдете со своей работы, потому что не будет за что кормить семью. Значит, я хотел бы вернуться к официальному заключению. Папа, ваш, в результате, погиб по официальному заключению от ишемической болезни сердца. Да. Да. Оказавшись на капоте машины. Значит, скажите, пожалуйста, сейчас, подождите, значит, травмы, да, какие травмы были при этом? Перелом основы черепа, 11 ребер, выдирвана селезинка, выдирвана печенка, ну... Но при этом смерть от ишемической болезни сердца, друзья. Значит... Эксперт нам сказал, что травмы, полученные при ДТП, имеют неопосредкованный связок с смертью. То есть, не имеют прямого связка с смертью. Но, яка ситуация? Виконующий областки главного лекаря областной лекарни, товарищ Підмурняк, кум водяя. А вы в слідчем про это, взагалі, кто-то указал в документах, что они мают відповеден... Слідчий мне сказал, что лучше бы эту справу у меня забрали. Ну, я его понимаю. А вы мне скажите, пожалуйста, такие моменты. Экспертиза где проводилась? В областном? В областной? В вашей хмельницкой? В вашей областной лекарні. А вы працюете без адвоката или адвоката? Ну, у вас нет адвоката, я вам честно скажу. Я вот слушаю, вот, взагалі, це жах. Це просто жах. Треба було экспертизу проводити в іншій області. Подождите, а вот, Саша, а вот это очень важный вопрос, Владимир Петрович, извините, пожалуйста. А это правда, что предыдущего своего адвоката вы вынуждены были поменять, потому что он не хотел ссориться с правоохранителями? Ну, це якби він был перший і останній. Значит, скажите, папа вообще приходил в сознание? Или он как лежал в коме, так і... Ну, як можна сказати сознание? Тридцять суток реанімація, і потім вони перевели його в нейрохірургию. Потримали чуть нейрохірургию, перевели знову реанімацію. І вследствие всього цього вони і пишуть, що він умер от ишеміческой болезни сердца. Напомните, коли це произошло? Третього, ноль восьмого диннадцатого. Скажите, пожалуйста, і на какому етапі сейчас находится дело? Ну, після того, як ми підключили засоби масової інформації, восьмого квітня тією ж прокуратурою області була порушена знову кримінальна справа. Це ж саме. Это произошло только после вмешательства журналистов. Вот, що нам сказали в прокуратурі, друзі, внимание на екран. Прокуратура в міській області внесена підготовлено та внесена подання про притягнення до дисциплинарної відповідальності, як керівника слідчого підозрева, так і слідчого, який, відповідно, вынес на законные рішення. Пас, пожалуйста, поднімите руки, то, кто верит. Дисциплинарний, Леша, ви чуєте? Дисциплинарний слідчий вщинив кримінальний відповідальний злочин. Прокуратура каже, дисциплинарна відповідальність, премію знімуть, зарплату 1600 гривень. Есть ли срок давністю этого преступления, щоб все равно следователям устраивать вот такую канітель і довести до последнього, для того, щоб все-таки человека і не наказати? Я б зараз поясню. В даній ситуації справа йшла по старому кримінальному кодексу, так? Я розумію. 11-й рік. Зараз вона порушена по новому кримінальному відповідному кодексу. Єдиний момент, який зараз, ну, потрібно зараз зробити, правильно провести експертизу. По новому КПК, там все-таки, якби, більш людина захищена. Ви маєте доступ до всіх матеріалів справи на любій стадії досудового слідства. Це дуже важливо. Ну, слушайте, на самом деле, ви вот юристы, ви в этом розбираетесь. Сейчас, наверняка, масса наших зрителей сидит перед телевизором. Старый УПК, новий УПК, господи, не разберешь их с этими их УПК. Алексей, ну, во-первых, по новому уголовно-процессуальному кодексу, если в течение года им не удастся доказати вот этот причинно-следственную связь, тогда все. То есть усовершенствовали УПК. Уголовное производство будет прекращено. Защитили украинский народ. То, что ребята обратились в средства массовой информации, это очень хорошо. Встречайте, пожалуйста, нашего следующего героя, Ильяса Ибраимова, из Крыма. Итак, Ильяс, вашего шестилетнего сынишку сбили на пешеходном переходе. Кто был за рулем? За рулем был сотрудник милиции. Уже шесть месяцев я добиваюсь того, чтобы хотя бы его признали как подозреваемого. Ну, на сегодняшний день он проходит как свидетель, а мой сын как виновник. Внимание на экран, друзья. После этого ДТП Эмиру Ибраимову вырезали селезенку. В свои шесть лет мальчишка стал инвалидом. Вместо радужных детских рисунков он постоянно рисует то самое страшное в его жизни – ДТП. Итак, каким образом вашего сына умудрились сделать виновным? Дело в том, что он забрал ребенка моего, посадил его на заднее сидение и уехал в больницу. Это я считаю, что он специально скрыл факты. А свидетели подтверждают, что, значит, ваш сын переходил по пешеходному переходу? У меня на сегодняшний день четыре свидетеля, которые именно указали место ДТП именно на пешеходном переходе. Пятый свидетель уже поменял показания после визита следователя прокуратуры. После визита следователя прокуратуры. То есть вы подозреваете, что на них оказывают давление? Да, у меня есть запись. Записал его на диктофон. Он четко указал, что да, я видел, как твоего сына сбили на пешеходном переходе. Сейчас он уже дает такие показания, которые указывает сотрудник милиции Рыженко. Есть другие свидетельские показания, друзья, внимание на экран. Эмир увидел своего одноклассника. Он вот так побежал, и побежал, и здесь машинство, и вот здесь его уже сбило. Удар произошел вот здесь вот на пешеходном переходе. Стекла вот здесь вот были. Значит, Владимир Петрович, вот конкретная история, когда мальчишка переходил, ну или перебегал, какая разница, дорогу, по пешеходному переходу, оказался сбит, стал инвалидом, и при этом на ребенка вешают это преступление. Это нормально? Естественно, ненормально. Ну, возьмем даже ситуацию, даже если это не пешеходный переход, а просто на улице какой-то водитель за рулем сбивает ребенка. Это нормальный водитель, человек. Так у него даже что? Возникнут какие-то отрицательные эмоции, он будет доказывать что-то. Да надо спасать ребенка, надо помогать лечиться ребенку. Поэтому не имеет значения, где ты сбил ребенка. Но этот человек повез его в больницу, надо дать должное. Может, с другой стороны, конечно, он тоже пытался замести следы, как это пытались сделать товарищи в нашей первой истории. Слушайте, ну здесь простая причинно-следственная связь. Если бы он поехал в больницу спасать ребенка, то сейчас бы на ребенка не вешали это. Но это же очевидно. Со всем этим стоит такой цинизм. Вот я отец двух детей, шестилетних мальчиков. Сразу у меня первое приходит, это фильм «Ворошиловский стрелок». Вот, ну, там все правильно, наверное. Ну, я хочу сказать, очень важный момент. Вот Ярослав эту тему поднял. Если бы у нас работники, которые скояли злочин, стали перед судом, отбили покарание, то ищий чиновник, выходя из кабака, скажет «Стоп, подожди, я же выпивший, да? А там были случаи, я вызову драйвера, я вызову такси, так? А у нас так, ах, я же там. Все, и поехал». Это говорит о том, что у нас безнаказанность. Все, нет законных действий для этих людей. Что нужно делать? Давайте конкретика. Вот конкретные советы, я не знаю. Не отпускайте этого, значит, виновника. Значит, держать его в обороне. У нас у каждого есть мобильный телефон. Приглашать журналистов. Что делать? Снимать телефонами. Как себя защищать? У нас у каждого есть мобильный телефон. Сталось ДТП. Снимайте на мобильный. Берите свитки, приводите людей из улиц. Если вы поставите пять людей, которые скажут «Так, это он», поверьте, ничего они вам не сделают. Вся проблема в том, что вы, когда приходите до працанника милиции, что он каже? «Шановный, выйди, закрой дверь, я тебя запрошу». «Нет, открый дверь, я маю тут быть». Я считаю, что людям тоже нужно понимать, что стоит обращаться в СМИ. Вот у некоторых из них даже есть свои юристы, которые в принципе при такой ситуации могут дать какие-то советы. То есть получается, что гораздо эффективнее иметь телефон не адвоката, а телефон журналиста? Иногда так. В этой ситуации каждое действие проходило благодаря телевидению. Но на самом деле ни адвокат, ни телевидение – это не всегда достаточно. Надо пора менять или сознание, или менять ответственность. У нас сегодня за ДТП, мои коллеги скажут, ответственность достаточно, ну, легкой. Пора менять уже законодательство. Кстати, Алексей, тут прозвучало такое слово, следователь сказал, лучше бы мне это дело не давали или забрали. Даже меняйте следователя, а если у него будут требовать определенных результатов, то ему придется, как наш герой, просто увольняться со следственных органов. Ну вот смотрите, сегодня в течение всей программы мы показали довольно много, как мне кажется, историй, которых виновники вообще не наказаны. Потому что все они сотрудники правоохранительных органов или люди близкие к ним, родственники. Где защитить себя и как себя защитить? Следствие перебить может только профессиональный, грамотный юрист, который построит позицию. Никогда в жизни простой обыватель не перебьет. Говорят, бывших милиционеров не бывает. Но тем не менее, вы, бывший сотрудник МВД, все-таки от себя, вот вы человек оттуда, из того котла, из той кастрюли. Какой самый главный совет вы можете задать рядовому гражданину Украины? Тут не хватит этого одного совета. Вот мы правильно сказали, есть определенная настройка, то есть айсберг. То есть надо систему в корне менять. Ну опять. Ну а кто ее будет менять? На самом деле есть в милиции, департамент внутренней безопасности, инспекции по личному составу, пресса, СМИ. Это все, что мы пока можем сделать. Если государство перестроится, я говорю о глобальной перестройке, тогда все это будет действовать автоматически. Я вам скажу, я передо мной всем проклоняюсь. Почему? Потому что вы этим людям не даете покоя. Вы добиваетесь правды. И поверьте, они плохо сплят. Это очень важно. Потому что много людей уже давно склонили головы. Поверьте, и вы так далее продолжите, потому что в этой ситуации я все, что могу, там, может, с вами из эфира здесь допомогти, чему, соответственно, есть мои возможности. Спасибо, что вы с нами. Это говорит Украина. Пока. Спасибо большое. Спасибо.